Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выборы в США, поэтому, друзья, готовимся к суперволатильности. То, что сейчас торги проходят относительно спокойно, это затишье перед бурей. Будут очень серьезные движения по мере поступления первых более-менее четких данных по экзин-полам. Поэтому обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. И еще раз, друзья, вспомните, что такое традиционные и классические правила риск-менеджмента. Также сегодня уже позади решение Резервного банка Австралии. Мы сейчас подведем итоги и посмотрим на последствия для австралийской валюты. И еще в 15.00 по GMT сегодня выйдет важный отчет по американской экономике ISM в сфере услуг. Мы помним, что на прошлой неделе, когда были опубликованы данные по Non-Farm Perls, отчет ISM производственного сектора нас сильно разочаровал. Я думаю, что в сфере услуг тоже не все складывается идеальным образом, поэтому еще один потенциально слабый отчет американского происхождения может усилить давление на доллар. Потому что чем больше сейчас будет слабых релизов по штатам, из-за которых мы можем иначе взглянуть на перспективу роста американской экономики, тем больше будет основания для Федеризерва продолжить смягчение национальной монетарной политики. И неважно, друзья, каким шагом. Пусть это будет последовательная коррекция по 25 байсных пунктов за раз. Но самое главное, чтобы это было тенденцией и растянулось на несколько месяцев, может быть, даже кварталов. Индекс доллара, текущие котировки 103.85. Мы уже говорили про данные по Non-Farm Perls. Я детально на них останавливался вчера. На вебинаре мы прям прошлись еще раз по всем компонентам этого отсчета. Если вы пропустили вебинар, в принципе, запись уже доступна на нашем YouTube-канале. Ну и в целом лучше не пропускать, друзья, потому что в ходе вебинара я стараюсь освещать эту тему, которая набирает больше всего ваших голосов в нашем Telegram-канале в голосовании, в опросе. И это значит то, что я стараюсь давать вам контент, который соответствует вашим запросам. Если вернуться к отчету по Non-Farm Perls. Слабые данные, прирост на 12 тысяч, но это просто ничтожнейший показатель для американской экономики. Я предупреждал, что данные могут быть действительно слабыми. Готовился сам к релизу. Может быть, не настолько к плохому, ну просто к плохому. И повторяю, что точно такого же прогноза я придерживаюсь касательно и ноябрьских данных, когда они выйдут и в декабре. Я за идею того, что сектор, рынок труда США испытывает прежние проблемы, и американскому регулятору нужно снижать ключевую процентную отставку. А с ценой производственного сектора, который вышел в пятницу, я уже как бы сделал отсылку к нему. Но действительно, здесь очень плохие данные. Снижение с 47,2 до 46,5. То есть, сектор остается в зоне спада. И это тоже логичное предложение, опубликованного за неделю. До этого слабого отчета по заказам товара длительного пользования. По сфере услуг я тоже сегодня за то, что статистика разочарует. И у нас будет еще одна предпосылка говорить о важности сохранения вектора американской монетарной политики, которая предполагает ее смягчение. Но все эти релизы, конечно же, меркнут в теме политической повестки. Именно выборы ноздря в ноздрю, очень равные шансы у Трампа и Харриса. Хотя кто-то из вас, может быть, сейчас зацепится за эту формулировку и попробует мне доказать, что ничего подобного. Трамп идет в лидерах. Но я думаю, что найдутся те, кто сделает отсылку на другие социологические опросы, исследования и подтвердят вам то, что Харрис опережает Трампа на несколько процентных пунктов. Я предлагаю не гадать, а просто уже дождаться, друзья, развязки. И в любом случае новый вектор внутренней, внешней, экономической политики – это то, что нам можно будет впоследствии обсудить, сакцентировать на этом внимание и попробовать определить перспективы для доллара. Но в двух словах сейчас предварительно, пока мы не знаем, кто займет овальный кабинет, я повторю, что Трамп – это торговые войны, это тарифы, это потенциальный рост инфляции и возвращение Федеризера к ястребиной риторике. Однако, если все-таки Харрис останется у власти, ну, она вице-президент и станет президентом, то, соответственно, демократы вряд ли что-то изменят в текущем векторе и в том числе и денежно-кредитной политике. Поэтому для тех, кто за стабильность, за отсутствие каких-то чрезмерно волатильных движений, я думаю, что вы где-то фундаментально внутренне больше сейчас за то, чтобы Харрис одержала победу. Кстати, по поводу демократов. Очень интересно то, что статистикам дали опубликовать настолько слабые данные по фармперлс последний, потому что, по сути, это худшее значение по нонфармам с 2020 года и это худший показатель за четыре года, то есть за все время президентства Байдена. И это, конечно же, добавляет уважения и доказывает то, что хотя бы какие-то ведомства обладают максимальной непредвзятостью и объективностью. В общем, друзья, ждем развязки. Обязательно не пропустите завтрашний хайбрифинг, мы уже обсудим фактические итоги. Ну а пока я в целом за статус КВО по многим инструментам, золото 2734 доллара за тройскую функцию, я, как и раньше, не рекомендую, тем более сейчас, вот перед оглашением итогов выборов, лезть в этот актив, потому что волатильность будет значительной. Сантимент нам не дает предварительно подсказок, которые могли бы повысить шансы верного принятия решения. И в этой связи смотрим на другие инструменты. Австралийство против доллара 0,66, ставка Резервного банка Австралии прежней 4,35%. На конференции Мишель Буллок подтвердила то, что инфляционные риски остаются повышенными. Прогнозы претерпели лишь незначительные изменения, но в целом Резервный банк Австралии уверен в том, что не удастся стабилизировать инфляцию в целевом значении раньше конца 2025 года. Поэтому, друзья, не будет пока что снижения ключевой процентной ставки. Австралиец в связи с этим сохраняет за собой потенциал для роста и какое-то конкурентное преимущество. Доллар канадец без изменений 1,39. Ждем пятничный отчет по рынку труда Канады. Доллар франк 0,8640. Сегодня выйдут данные по уровню безработицы в Швейцарии. Я в целом за то, что, скорее всего, мы увидим очередной слабый релиз. И это логично после значительного снижения инфляционного давления. Это хорошо, друзья, то, что мы получим еще один слабый фундаментальный показатель, потому что важно сейчас накопить как можно больше этой слабой статистики, чтобы легко Национальный банк Швейцарии смог оправдать еще один шаг по снижению ставки, в том числе и на 50 байсных пунктов. Пара фунт-доллар 1,2956. Заседание Банк Англии состоится в четверг, так же, как и заседание Федрезерва. Пока прогнозы предполагают снижение ставки на 25 байсных пунктов, но аналитики Goldman Sachs считают, что ставку не повысит. И их аргумент сводится к тому, что представленный их бюджет в конце прошлой недели, он как раз, как мы помним, предполагает значительное увеличение налоговой нагрузки, что приведет к усилению инфляционного давления и заставит Банк Англии воздержаться от ужесточения политики. Я пока в этом несколько сомневаюсь. Но ранее отказался от каких-либо трейдов по фунту, решил все-таки дождаться развязки именно по выборам США. Доллар-иена здесь без изменений, смотрю вверх, уже локальный максимум 152,50. Давление на иену оказывает слабая статистика по индексу ПМА промышленного сектора снижения 49,7 до 49,2. И, кстати, замедление промышленности сейчас происходит самыми значительными темпами за последние три месяца из-за значительного сокращения спроса, а внутреннего и внешнего. Я думаю, что картина вряд ли изменится. Уже пересмотрены прогнозы по экономическому росту Японии с 0,9 до 0,7. Дальше будет хуже. Ждем фактически тоже политической развязки. 11 ноября будет встреча, специальная сессия в парламенте, где определят уже официальное имя следующего премьер-министра. До этих пор, друзья, как и раньше, думаю, что лучше делать ставку на ослабление японской иены и движение пары доллар-иена к целевой отметке 155 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия текущей торговой сессии. Ждем развязку по выборам США.